МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа День с толком в студии Елены Кузовкина. Здравствуйте. Смотрите в выпуске. Дмитрий Медведев уже вечером прибудет в Бурнаул. С какой целью? В 128-й школе эвакуировали больше тысячи детей. В здании замкнуло проводку. 22 многоэтажных дома и несколько социальных учреждений до вечера без тепла и горячей воды. В чем причина? Председатель правительства России Дмитрий Медведев в ближайшие дни работает в Сибири. Сейчас он находится в Новосибирске. Там его визит посвящен науке. Вместе с местным губернатором он обсуждает развитие генетических технологий в России. А уже вечером председатель правительства прибудет в Бурнаул, в краевую столицу Дмитрий Медведев, приедет поездом. Сразу после проведет совещание, тема которого инвестиционная программа РЖД на следующие годы. Далее Медведев встретится с губернатором Алтайского края Виктором Томенко. А завтра председатель правительства прибудет в село Санниково. Кстати, уже сейчас в сети начали появляться видео с подготовкой о территории к большому визиту политика. Например, в Санниково жители заметили стрижку газона. А в Бурнауле люди обратили внимание, что в такую располагающую погоду, как сегодня, по городу начали высаживать ели. Больше тысячи детей и сотрудников школы номер 128 эвакуировали сегодня в Бурнауле. Очевидцы говорят, что видели в одном из кабинетов дым. Как нам сообщили в региональном МЧС, в здании произошло короткое замыкание электропроводки. На место сразу выехали спасатели. Помещение, в котором произошло замыкание, сейчас обесточено. Учащихся первая смена отпустили домой, а для учеников второй смены занятия идут по расписанию. 22 многоквартирных дома, два детских сада и два медицинских учреждения. В микрорайоне «Поток» сегодня остались без горячей воды и тепла из-за повреждений на трубопроводе. Возобновить подачу обещали к пяти часам вечера. Кроме того, в микрорайоне «Октябрьский» сегодня тоже отключили воду. Там ремонтируют водопровод. До четырех часов будет организован подвоз. В Бийске уже вывезли две несанкционированные свалки, из-за которых в городе ввели режим ЧАЭС. Еще пять осталось убрать, сообщают в краевом правительстве. Напомним, накануне в Наукограде объявили режим ЧАЭС из-за разногласий руководства рекоператора по вывозу ТКО и полигона. Из-за этого некоторые контейнерные площадки стали напоминать свалки. Власти города вынуждены ввели особый режим и сейчас сами оплачивают очистку города. До среды включительно они должны вывезти больше 40 тонн отходов с пяти улиц. Ситуация на контроле краевого правительства. Подключена прокуратура. Сейчас администрация Бийска, Минстрой, регоператор зоны вместе должны проработать правила дальнейшего взаимодействия. Власти Барнаула могут благоустроить более трех территорий города в рамках федеральной программы. Это случится, если лидерами народного голосования станут немасштабные по площади зеленые зоны, подчеркнули в мэрии. Сейчас конкуренцию скверам составляют три гиганта. Мизюлинская роща, парк Изумрудный и Юбилейный. В случае их победы работы будут проводить лишь на части территории. Если в лидерах будет, например, парк Изумрудный, то решением этой комиссии скорее всего будет принято во внимание то, что помимо Изумрудного есть еще территории, которые тоже надо благоустроивать. Поэтому какая-то часть определенных средств будет направлена на благоустройство. Например, центральная аллея парка Изумрудного, либо же это будет парк Юбилейный. И если такое действительно произойдет, добавил Шеломенцев, то горожанам нужно будет еще несколько лет голосовать за эту территорию, чтобы провести полный объем работ. Пока лидерство держит сквер на пересечении улиц Ускова и Взлетной, немногим меньше уступает парк Изумрудный, следом идет Мизюлинская роща. Евгений Ракшин не стал обладателем элитной недвижимости в Москве. Здание, в котором раньше располагалось Минэкономразвитие, за 3 миллиарда рублей алтайский бизнесмен решил не покупать. Москва предложила самую высокую цену за здание на Триумфальной площади. Барнаульская компания, которая является одним из юридических лиц известного супермаркета Ракшин, не стала играть на повышение. В итоге владельцем здания станет мэрия Москвы. Ну а Бийский оливный завод присоединят к Нижегородскому предприятию. Указ о реорганизации Бийского оливного завода подписал Владимир Путин. Таким образом, предприятия исключат из перечня стратегических и акционерных обществ. Некоторые эксперты уже пророчат Бийску скорую потерю градостроительного предприятия. Тем не менее, глава города Александр Студеникин спокоен. По его словам, слияние завода Наукограда с Нижегородским заводом имени Свердлова, наоборот, расширит возможности предприятия, произойдет обмен технологиями. Чиновник уверен, на городском бюджете это скажется положительно. Производители пивных напитков предлагают повысить градус своей продукции. Эта мысль прозвучала на экспертном совете при Росалкогольрегулировании. Инициаторы отмечают, что сейчас на российских прилавках есть лишь пивные напитки крепостью в 7 градусов. Более выдержанную крафтовую продукцию из России можно купить лишь за границей. Плюс из-за этого ограничения возникают торговые барьеры для импорта. Между тем, на мировом рынке уже есть пивная продукция крепостью 20 и даже 60 градусов. Эксперты пока не спешат высказываться. Памятник основателю алтайской школы гребли Константину Костенко открыли на Гребном канале. В этом году знаменитому алтайскому гребцу исполнилось бы 80 лет. Ну вот он, воск натирается и получается, начинается блеск. В принципе, я не делаю это до, как говорится, остановки на месте. Блеском побед теперь будет встречать и провожать гребцов бюст Константина Костенко. Его выковали на Колыванском заводе. Скульптор Эдуард Добровольский постарался сделать его хладнокромно спокойным и уверенным в себе. Открыть памятник основателю гребли на Алтае приехали его коллеги и последователи со всего региона. У спортсменов гребцов появилось место на Гребном канале, где можно постоять, отдать дань памяти этому замечательному человеку, возложить цветы, пообещать перед отъездом на ответственное соревнование, что они будут бороться так же, как и он, до последнего гребка. Константин Костенко дважды чемпион мира, чемпион Европы и СССР по гребле. Именно по его инициативе появился Барнаульский гребной канал. Уже после того, как Константина не стало, рядом с каналом построили спортивную школу для гребцов на байдарках и каное. Сейчас в ней тренируется больше 300 спортсменов. Дело, мечта Константина Петровича, стронута с места, она получила воплощение в эти здания, в этот гребной канал, на который уже носит статус, который уже международно. Здесь проходили международные соревнования. А в 2021 году именно здесь планируют проводить международные соревнования по гребле на байдарках и каное. К тому времени краевые власти должны успеть сделать второй шаг по увековечению памяти великого алтайского чемпиона. Дать гребному каналу имя Костенко. Полина Жданова, Алексей Фризин. День с толком.